Блэсс Просто дай право быть героем Не фермером, а тем, кто словно молния пронзает стены облаков Дай право жить как пламя, что сжигает лесов, оковы, тихие земель Не ставь меня со всеми вровень Дай вознестись над всеми Дай право нагло ухмыляться в лица тем, кто не успел Я злом хочу быть Я устал со всеми вместе быть Я не хочу здесь созидать Железом я платить мечтаю за все богатство в этом мире Рвать на куски покоя мир укутанный хочу Делами павших от руки мои врагов Мечтаю я дорогу выносить к вершинам Испепелять, рубить, пронзать Лишь бы вовек не сеять Это конкретно, конечно, не обещают Но внушает оптимизм то, что Endgame собираются посвятить именно РВР противостоянию Причем не так, что Союз одна из фракций ненавидит Хейрон Потому что иди в жопу и вы воюете А хотят сделать это более тонко С попутным слизыванием важного с краев аппетитного таза идей Guild Wars 2 И что радует, воруют они это дело с пониманием Они яро поглощают, еще и ухудшая, как это делают в ТСО Так как минимум ПВП-зоны не будут существовать в некой сфере, окруженной вакуумом Оно, в смысле ПВП, с замками и территориями существует в одном мире Вместе со всеми остальными 170 с лишним квадратными километрами этого нового мира Ну и местный эзерот поделен между, как я сказал, двумя фракциями Действия которых на ниве убийства, насилия, оккупации и интервенции Будут влиять на весь мир в целом То есть не только там на размер гениталии, пышности, округлости А также и на политическое состояние дел, с учетом того, что расы внутри одной фракции Не обязаны друг друга любить Между ними тоже будет идти некая борьба Можно ли с учетом этого говорить о там внезапно расовых чистках И выпили, допустим, эльфов из-за излишней ухатости И как итог общей неполноценности сказать не могу Но обещают, что действия игроков в ПВП будут влиять не только на ПВП А также и на ПВЕ, составляющую игры Вплоть до вот смены политических неких взглядов родной целиком страны Звучит, в общем, заманчиво Но пока конкретики нет, можно надеяться как и на нечто инноваторское Так и на нечто унылое Прозахватить три замка с башнями двумя И все-все-все получат на 3% больше экспы И даже увеличатся на полпроцента шанс получить легендарное при крафте Цель чисто мечта Беги, стримись и достигай Ну и крафт, да, к слову, тоже есть, как и собирательство, конечно Но пока подробностей про него нету А возвращаясь к ПВП, стоит, конечно же, остановиться на осадах Кроме них, само собой будет и ПВП в открытом мире В стиле вот ивентов из Guild Wars 2, где все участники по окончанию побоища Будут получать ништяки, количество которых напрямую будет зависеть от количества Спущенной в результате средневековой поножовщины кровищи в землю Будут также и инстанцевые зарубы, но, видимо, батлграунды, конечно же, тоже с наградами Но самое важное все-таки это именно осады Ясно дело, они про кланы, потому что тараны построить, как обещают, в соло будет очень сложно Как и баллисты, и некие магические осадные приспособления Но соль не в этом Как это часто бывает, все решают детали, из которых, как минимум, две заставляют неравноерзать в ожидании Первое — это разные способы прорыва в замок для разных классов рас и маунтов Так, допустим, ловкие бойцы, типа, ну, котов там, допустим, рейнджеров Смогут проникать в замок по неким тросам, наверное, как в трейлере, видимо, ТСО с беготнёй по канатам Кто-то будет десантироваться прям с дирижаблей или с вивернов во внутренний двор На личных же дракошках можно будет по воздушным рельсам путешествовать по миру Кто-то будет карабкаться по стенам и так далее А вторая фишка — это возможность одновременно атаковать замок и снизу, и сверху То есть, пока под стенами в котле войны хлебая, неустанна кровь, за жизнь и честь сражается пехота Вверхом на виверных с небес, как тлань, карающая небо, несётся пламя и погибель Под стон земли, берёв в небес, история, поётся снова Герои прошлых лет убиты А тот, кто лишь мгновение назад влесал у тел поверженных его рукою и возомнил себя героем Хрипит с пронзённым горлом в луже крови В своей же крови А воспоют в других Тех, кто здесь у стен чужого замка уцелеет Тех, кто сорвёт с него убранство из чужих гербов Тех, кто подымет знамя новых уж героев И горстку тех, кого у стен здесь завтра закопают Но, может быть, всё снова испоганят, превратив захват замка в фарм А целью сделают вот то самое, о чём я говорил чуть ранее Захват всего во имя процентных бонусов к экспе, урону и прочему Лишив игрока таким образом возможности превращать недвижимость в нечто родное За что сражаться он будет уверенно даже в 4 часа утра В общем, всё это обещанное внушает оптимизм, но понятнее станет тогда, когда дадут потестить ПВП А пока дали потестить строго ПВЕ, причём самую унылую его часть Дело в том, что начальные квесты сделаны так, чтобы игрок постепенно переходил от привычного Про убить 4 кабанов к более глубоким и особенным типам квестов Таких, из-за которых в каких-то городах будут править ваши неписишные товарищи А где-то будет могила в прошлом друга, которого вам придётся убить Или не придётся решать вам Хотя тут опять же есть минус Могилу или друга будете видеть только вы Из-за чего, собственно, весь смысл перипетий в сюжете теряется Потому что об этом, кроме тебя, никто не знает А значит, ты скоро про это забудешь Потому что те, кто будут идти за тобой, не скажут А я вот ту девочку, которую ты оставил со своей охраной править в том городе С корешами грохнул и посадил мразь какую-то, которая теперь мне бонусно, ежедневно шлёт деньги Ведь буквально дай возможность нанимать небеси опционально для охраны товарища виртуального за свои деньги И награди меня бонусами за влияние в регионе И не только меня, ещё и мой клан И всё, весь сюжет с выборами и перипетиями внезапно обрастёт смыслом Иногда даже придётся для восстановления влияния возвращаться в нубозоны И выполнять спецзадания во имя возврата влияния А у квестов ещё появится оттенок кланов Ибо если ты выполняешь это вот так, то это угодно вот им И пометочка, кому именно А значит, в будущем будет мудро вступить вот в этот альянс Отсутствие же такого ставит жирный крест на любой личной истории в ММО Потому что она тонет под куда как более яркими впечатлениями от ПВП А имена неписей мгновенно почти выветриваются из головы И заменяются на имена новых живых товарищей и свежеобразовавшихся врагов Остаётся же надежда только на то, что ранее упомянутое влияние успехов ПВП Будет всё-таки действительно значительно влиять на ПВЕ И когда мы по специальным легендарным заданиям будем возвращаться в реал обитания нубцов То там что-то будет явственно намекать на наш неоценимый вклад в развитие нашей страны Ну а в противном случае все усилия создателей с придумыванием историй для противостояния двух фракций и десяти раз Просто пропадут Как сейчас, допустим, подобного рода вроде бы и великая история пропадает спокойно себе в ТСО И интересно, она остаётся только горстке упорота Что же касается остальных фишек, кроме вот легендарных заданий Очень правильных к слову заданий, где нубы могут познакомиться с легендами, допустим, своего сервера Это круто Но кроме них из чего-то стоящего будут иметься только рейды на приблизительно 40 лиц И мировые боссы в стиле, опять же, ивентов из Guild Wars 2 То есть в убийстве его может поучаствовать кто угодно и в случае успеха все получат награду Причём не просто так, а действительно за дело Боссов убивать непросто Беда же в том, что рейдов ещё нет А кроме боссов в первой бете получилось поглядеть на данжи Их было два, но они больше не про фарма, а про сюжет Нет, в них, конечно же, тоже падает вкусно Их можно первоначально даже в соло пробегать А в более уже сложных вариантах думать о тактике Но главное здесь то, что после их прохождения Открываются новые сюжетные эпические арки за жизнью в мире вечной войны Второстепенные квесты про разное и иногда весёлое И самое важное, доступ к новым локациям Штука в том, что пока вы не пройдёте данж В следующую локу попасть нельзя Это, конечно, странно с учётом бесшовности мира Но есть вот такие первоначальные ограничения Этакое принудительное протягивание по сюжету и квест Но при этом, правда, всё равно клятвенно заверяют, что эндгейм Он всё же про РВР между всеми населяющими этот мир тварями Попробовать, правда, из которых пока получилось только три Каждый из представителей которых может быть кем угодно, как в Тире Но пока было доступно только четыре класса Хранитель, танк или ДДшник Берсерк Воин, исключительно бьющий по площадям И умеющий превращаться в звероформу Коты вот в котов превращаются Рейнджеры были Ну и, соответственно, уши, лук и ловушки А ещё был паладин Саппорт, танк и хил То есть, да, в игре есть танки, есть хилы, есть ДДшники Но у каждого класса имеется будет по три стойки Капу, что будет их превращать в более могучего там ДДшника Танка или саппорта или контроллера Всё зависит от класса и от умений, которые вы выбрали При этом слоты под скиллы ограничены А в бою скиллы менить вообще нельзя Только выйдя из боевого угара Можно переключиться между двумя заранее подготовленными листами умений А в самом бою можно из важного менять только стойки Атакующие, защитные и так далее В самом же бою, если Берсерку целиться не надо И главное, чтобы враги попадали в радиус А и Атак То рейнджерам и хиламтам помогает липкий Акив ГВ-2 и Блэйден Сол Таргет Он выбирает любую цель, на которую наведён И в неё уже можно что-нибудь воткнуть Ну или можно просто тапать То есть некая обещанная QTA системы боя Замечена пока не было Да и скиллы прожимаются ровно так же из панельки Как и в той же Аркейдж Причём некоторые из них ещё складываются и в комбы А из чего-то нестандартного имеется только вот гибридная система захвата целей У каждого класса она своя Как итог привычная, с небольшим отличием между классами Но при всей красоте анимации Берсерк и Хромовник Показались не слишком уж вялыми, медленными и скучными Возможно в будущем всё это станет более увлекательным Но пока драться не весело Плюс ещё длиннющий откат из скиллов И постоянная нехватка маны, концентрации, ярости И прочего нужного разным классам для прокаста Восстанавливать это всё надо тоже скиллами, ну или щами И в ПВП это хоть и позволит, по идее, тактично нагибать несколько ролл сразу Да и все как-то мощнее будут ввлекаться в битву Если тщательно будут продумывать свои шаги Но в ПВЕ, особенно в начальном прогрусте, кабанью ненависть Это удручает В общем, в этот очень красивый мир я ещё обязательно вернусь Причём красив он повсюду Я пока ни разу не видел намазанных зелёнкой гор, как в Аркейджи Но вернусь исключительно тогда, когда пойдут первые тесты всё-таки ПВП контента И в игре появится свой первый Крым А попутно и высокоуровневая ПВЕ Сейчас же даже кастомизации обещанной с кучей настройки Как итог, кучи уродливых карликов не было Из-за чего, собственно, остаётся только ждать Ну а там, когда попробуем самое сочное из обещанного Сразу же сообщим, стоит ли ждать Блесса И планировать кому загнать аккаунт в Аркейджа Или же нет На этом же пока что всё И всем всего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok